Всем привет! Снова с вами я, Клим Жуков. Я все не знаю. Тут у нас недавно случилась творческая премьера некая, а именно известный интервьюер Юрий Дудь, который ведет шоу под названием «Просто в дудь». Поехал на Колыму и заснял 2 часа 15 минут документального фильма под названием «Колыма. Родина нашего страха». Я грешным делом сначала подумал, что это какой-то будет хоррор-сеттинг. Оказалось, нет. Оказалось, это все про то же, про сталинские репрессии. Как-то раз мой друг, практически родственник, герой-десантник один, будем называть его имя, которое широко известно в узких кругах, сказал мне, пока я еще проходил службу под знаменами детства Кумберленского, что есть такой интервьюер очень хороший. Зовут Юрий Дудь. Посмотрим обязательно. Я начал следить за творчеством Юрия и услышал, что он ничего не понимает в истории. Он сам так сказал. Поэтому обращение человека, который сам признается в том, что он не разбирается в истории к чисто историческому сюжету, у меня, честно говоря, слегка насторожило. Вот такое слово. Насторожило. И оказалось, зря насторожило. Потому что должно было чисто испугать. Короче, Юра поехал на Колыбу в две машины. Думаю, он там сам будет везти по 10 градусов морозу, 2000 км в час машину. И страшно страдать. Нет, нанял водителей местных. Кстати, хорошие парни. Всего. И заснял некий материал, который вот просто попал в самую точечку. Занимает, по-моему, топ-3. На ютубе это называют самое востребованные видео. Ну, вы помните. Кстати говоря, учитывая, что Юра и интервьюерта, прямо скажем, никакой, да и фильмов, блин, вы знаете, вот каждый второй такой сейчас снимает при помощи двух телефонов. Это значит заказуха. И про фильм его заплатили. И ютубу заплатили. Ну, я уж молчу о том, что накладные расходы получили некое материальное возмещение. Короче, меня человек 300 попросил это посмотреть и разобрать. Я посмотрел и разобрал. Поэтому лови, Юрец, подачу. Ну, если ты, конечно, посмотришь ответное видео. Я вообще обычно таким не занимаюсь. Разбирать чужое творчество, позволяй мне сказать, творчество, последнее дело, лучше снимать что-то свое. Но уж очень сильный интерес к публике. Поэтому подчиняюсь. Вот у нас Юра начал. А именно. За главный вопрос. Я всегда думал, откуда у старшего поколения этот страх? Это стремление мазать все серой краской? Почему они боятся? Даже за минимальную смелость обязательно приведет к наказанию. Моя гипотеза. Этот страх, который родился еще в прошлом веке. И через поколение добрался до вас. Я чуть не расплакался. Да я все время думал, почему мне так хреново? Прямо с детства. Оказывается, до меня добрался страх. Который зародился где? Да вот там, как нам говорит Юра Дунь. Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий. Интересно. А что такое цитадель? В данном случае. На Колыме окопался Сталин и сталинисты. И там планировали очередную репрессию. Особо кровавую. Или на Колыме сидело больше всего невинно пострадавших? Или на Колыме сидели только невинно пострадавшие? Ну, такие антоклады были. Периодически, например, в Амур-Лаге сидело больше, чем в Сев-Вост-Лаге. Кстати, какой из лагерей колымских имеет в виду Юрец, не очень понятно. Потому что самый большой, да, был северо-восточный лагерь. Сев-Вост-Лаг. И основаны многие из них, почти все, заметно позже, тот-то вообще с 32-го года рождения. Но тем не менее, что такое цитадель? Репрессий. Непонятно. Далее. И просто пошла статистика Юрец. Там рубят прямо как Майк Тайсон левым хуком в правое ухо. Через Колыму прошло около миллиона заключенных. Юра. С 1932-го года, когда был основан, например, Сев-Вост-Лаг до 1953-го, после чего за убылью товарища Сталина сталинские репрессии так или иначе закончились. Через Колыму прошло 809 тысяч 601 человек. Не около миллиона. Там личные дела посчитаны до единицы. Ошибки, конечно, есть. Я полагаю, где-то в пределах 100. Ну вот, 809 тысяч 601 человек. Нормально ты вообще сокращаешь? Корректным, Юра, докладываю, после обучения в школе, было бы сказать, если ты не хочешь хрон цифрами перегружать, что около 800 тысяч, а не около миллиона. На 200 тысяч как-то это преувеличивать 200 тысяч примитивных человеческим жизням не достойно либерала. Хотя, не знаю, может быть, теперь как раз наоборот достойно. Заключенные ГУЛАГа добывали здесь олово, золото, уран и другие важные ресурсы, заявляет нам ДУД. Заключенные добывали, это факт. А еще добывали не заключенные, а обычные работники, которых там всегда было. И было много. Они там были далеко не только в охране и обслуге лагеря. Они там натурально работали. Получали зарплаты. Там были и простые работяги, и инженеры, и наладчики оборудования, и конструкторы, и электрики. Да и там черт и лысо, там натурально целый город был. Обычных нормальных людей. Да и не один город. И еще там несколько десятков поселков. И все они, представляете, там тоже трудились. Почему ты про заключенных Юра вспоминаешь, а про незаключенных не вспоминаешь? Как будто их там вообще не было или что? А дальше мы оказываемся прям немедленно. Почему-то не на Колыме, а в Москве. Если я понимаю. В музее истории ГУЛАГа. С подписью на титрах. Температура комнатная. Зачем ты? Добавил Юра вопрос. Короче, там есть внутри директор этого музея. Некто Роман Романов. Я сначала подумал, что за Роман Романов. Рассказ рассказов? Нет, оказалось, Роман Романов это имя. Так вот, Роман Романов с бородой и трогательным голосом. Который рассказывает нам жуткую историю. Как девочка-мороженщица, только что выпустившаяся из школы, с тележкой мороженого. В разгар сталинщины встретила на улице летом своих бывших одноклассников, страшно растрогалась и решила своих одноклассников угостить. На свой счет мороженым угостила, а возвращаясь на склад, не успела положить денежек за проеденные рожочки и стаканчики. После чего тележку отпечатали, а девочку немедленно упекли на колыму. И как утверждает Роман Романов, все это документировано, а то Юра дуть слушает, аж розотворил. Ну так если документировано, товарищ директор музея, покажи нам документы. Я так полагаю, ты их видел, мог там отскамировать или не дай бог они у тебя прямо в музее где-нибудь в виде копий хранятся. В чем дело? Такой был бы плюс нашему, вашему повествованию. Вот давайте выясним, сколько мороженого сожрали одноклассники. На какую сумму? Эж растрата, а именно статья 116, часть 1 УК РСФСР 1926 года. Чтобы попасть под статью о растрате, нужно было растратить сумму заметно больше 15 рублей. Потому что все до того, это было даже в самом худшем случае административное правонарушение. То есть за это походить не могли, никак. Так вот, на сумму больше 15 рублей нужно было растратить, чтобы попасть под статью 116. Тем более, после указа от 7 августа, известного указа 7.8. Так называемый закон Окрепка Ласка. Так вот, надо было потратить больше чем 15 рублей. При этом должно быть однозначно доказано, что эта сумма растрачена с корыстным намерением присвоения, взятка, использование служебного положения с целью приобретения никаких выгод. То есть какая-то корысть должна быть в этом. Потому что, может быть, если мы рассмотрим это дело подробнее, и вдруг выяснится, что мороженая бывшая школьница не слопала в компании с одноклассниками, а попятила и продала на сторону по спекулятивным ценам, забрав разницу себе. Вот тогда ей бы однозначно светили серьезные неприятности. Как бы если это, конечно, вскрылось. А вот за то, что она якобы не успела, хотя тоже вопрос, как это интересно, не получилось, не положить денежек куда-то, вот за это ей светило максимум выговор без занесения, тем более, что еще маленькая, это явно первый залет, она просто не успела бы. И проработка на общественном собрании трудового коллектива. Это самое страшное. Скорее всего, директор бы ей просто сказал что-нибудь, этой самой мороженной базы, какая же она дура, после чего у нее из зарплаты выжили бы стоимость сожранного мороженого, и на это уже закончилось. Кстати говоря, мороженое приставление, настоящее, хорошее, а не то, чем нас теперь кормят друзья дудя, стоило бы 36 копеек за стаканчик. Ну, скажем, 16 рублей, это 44 стаканчика по 100 грамм. 4 килограмма, 400 грамм мороженого. Это же так в больницу можно загреметь, сожрав такое количество замечательного продукта. А если так это помножить на среднее арифметическое, брехло, вы директор Романа, просто брехло при комнатной температуре. И даже не стесняйтесь, а ты, Юра, раскрыв рот свой, его слушал. Ну, и Юра нас спрашивает, как это так вышло, что после реттеров и комиков мы взялись за столь тревожную тему, как сталинские репрессии. А вот почему. В ЦИОМ провел социологическое исследование, результаты которого приняли нас в ступор почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышала. Юра, твои друзья, которые нас кормят теперь говеным мороженым, довели систему образования и систему востребованности образования в стране до такого состояния, что дети, половина из них, не слышала об операции Багратион. Не знаю, что такое Курская дуга, а про Дмитрия Михайловича Карбышева думают, что тут такой не очень известный футболист. Уж какие там сталинские репрессии. Кстати, это отличная проверка тем самым ветром истории, о котором вспоминал товарищ Сталин, пока был жив. В головах жертв ЕГЭ остаются только какие-то очень важные реперные точки в истории. Реально важные. И важность которых от идеологической нагрузки мало зависит. А значит, сталинские репрессии не являются чем-то достойным вниманием. Вот такая проверка временем получилась. Каково? Вот это поворот. Ну это, ты же вроде как про демократию, ну все время, сколько я не видел твоих работ. А демократия – это власть народа. Ну и если в ЦИОМ. Кстати говоря, и Левада-центр, там это еще страшнее. У нас одна половина про сталинские репрессии не помнит, а вторая половина относится к Сталину с полным удобрением. Если народ с удобрением, так ты под козырек должен взять и забаршировать радостно вместе с генеральной линией. Потому что ты же демократ. Демократия – это именно про это. Власть народа. Ну или давай уж скажи честно, ты хочешь сказать, Россия, ты одурела 2.0? Потому что демократия – это не власть народа, а власть демократов. Ну, что-то похожее, да. Но это только первая причина, которую нам обозначил Дудь в виде своего интереса к проблеме. Вторая причина. Не знаю, как у вас, но я всю жизнь слышал от родителей. Будь осторожен, не привлекай к себе лишнего внимания, не высовывайся, это очень опасно. И вообще, мы простые люди, а от нас ничего не зависит. Мои родители прекрасные люди, говорит нам Юра. Эх, безумно люблю. Но они говорят, все это десятилетиями. Даже в тех ситуациях, где очевидно нарушается здравый смысл. Где творится несправедливость и где мы точно правы. Я всегда думал, а откуда у старшего поколения этот страх, истребление мазать с Юрой Краской? Почему они боятся? Даже за минимальную смелость и обязательно прилипит наказание. Моя гипотеза, этот страх зародился еще в прошлом веке и через поколение добрался до нас. Одно из мест, где этот страх появился. Колыма. Но это, у меня есть одна близкая знакомая, которую знает родителей Юры Дудя. Знает неплохо. Зовут ее тетя Вика. Обращаемся к тете Вике. Тетя Вика нам говорит. Папа Александр Петрович Дудь. 57-го года рождения. Начальник военной кафедры МГТУ имени Баумана. Доктор военных наук. Профессор. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Почетный работник высшего образования. Действительный член Академии военных наук. Мама Анна Степановна Дудь. Того же 57-го года. Преподаватель химии Государственного бюджетного фронтального учреждения города Москвы. Московское среднеспециальное училище Олимпийского резерва. Департамента физической культуры и спорта города Москвы. А сам Юра родился в ГДР. То есть заостать сталинских репрессий, родившихся в 57-м году, родители не могли. Властью были, мягко говоря, обласканы. Вот буквально на руках их носили. Если учесть, что папа Юра Дудя уехал работать в ГДР. Это значит, что туда попадали не просто хорошие работники, а еще и образцовые в моральном плане форецкие граждане. То есть, видимо, как-то, наверное, не очень сильно они боялись. Ну или так получается, что вот всех этих чудесных людей, я имею в виду своих родителей, которых знает наша общая знакомая тетя Вика. Сынок только что облил говном, объявив их трусами, конформистами, посредственностями, но заодно подмазав про это определение миллионы людей, с которыми он не знаком. Докладываю, мои родители вообще не такие. Хотя вот в те годы, когда я был сильно-сильно-сильно младше, они все были шестидесятниками и резидентами. Однако, ничего похожего под данное определение я не наблюдал. И вот раз, и снова появляется Роман Романов вместе со своей бородой. Юра тут же спрашивает у специалиста, а какие цифры о заключенных в ГУЛАГе наиболее достоверны? Кстати, время прошло уже почти 7 минут. Я все думаю, когда же про КОЛЫБУР начнется? Я сейчас думал, что там будет именно про КОЛЫБУР, про БЕРЛАГ, про СЕВОСТЛАГ и так далее. А вот что тут про вообще? Про этих мерзавцев-сталинистц, Сталин и кровавый ГУЛАГ, где работали больше ВИКС. Так вот, нам специалист вместе со своей бородой и говорит. Внимание, цитата. 20 миллионов человек. Это цитата. 20 миллионов человек. Это цифра людей, которые прошли через лагеря. Юра. С 1930 по 1953? Роман Романов. По 56. Эта цифра на сегодня признается всеми историками и вряд ли будет больше, даже если мы что-то неожиданное откроем. Сколько погибло? Согласно тем же данным исследователей, 2 миллиона человек. Дата закончена. Я, рассказ Романов и товарищ Дудь, не знаю, кто эти историки, все, которые подобные цифры признают. Ну вот я знаю данные историка Зимскова, чья статистика проверена как минимум троекратно, в том числе и с зарубежными коллегами. И вот она говорит нечто совершенно иное. По политическим мотивам и особо тяжким преступлениям, приравненным к ним, с 1921 по 1953 были осуждены 4 миллиона 60 тысяч 360 человек. Из них к лагерям, тюрьмам и колониям 2 миллиона 634 397 человек. Вот это реальные, подлинные, многократно проверенные разными способами цифры, подлинные статистики. 2 миллиона 634 397 человек прошли через лагеря. Ну раз уж мы говорим сейчас про кровавый гюлаг, если округлить, то, тем более, что ошибки-то, конечно же, неизбежны. Не может быть абсолютно достоверной до последнего человека статистики при таких цифрах гигантских. Короче говоря, давайте скажем так, 2 миллиона 635 тысяч. И мы точно знаем, что это политические и приравненные к ним опасные уголовники. Кстати говоря, кто бы ни сказал, что это люди ни в чем не виноваты. Юра, если бы ты познакомился поближе с одним из этих прекрасных людей, то тебе уверяю, ты через 30 секунд вышел бы наружу через окно с рамой на ушах. Потому что твой маленький мозг человека, который вырос в абсолютно безопасном мире, не в состоянии воспринять опасности, которые эти люди по-настоящему представляют. И что их нужно реально изолировать от общества. В том числе от тебя, чтобы они тебя маленького не обидели. Короче говоря, 2 миллиона 635 тысяч. 30% осуждались по политическим статьям. Мы знаем точно, что это вот треть, а остальные 70% это были обычные уголовники, осужденные по обычным статьям. Ну вот если где-то примерно в 2 раза увеличить эту цифру, потом сложить все полученное, это где-то 7 миллионов 910 тысяч. Это общее население лагерей, тюрем и колоний за все время. С 1921 по 1953 год. Кстати, есть замечательная докладная записка от 6 августа 1955 года. Начальнику ГУЛАГа и ВД СССР генералу-майору Егорову С.Е. Всего в подразделении ГУЛАГа хранится 11 миллионов архивных материалов. Из них 9,5 миллионов составляют личные дела заключенных. Начальник секретариата ГУЛАГа МВД СССР майор Поддымов. 9,5 миллионов это те, кто прошел через систему наказаний вообще. Некоторые из них, докладываю, лагеря близко в жизни никогда не видели. Ну, просто потому, что наказанием могла быть, например, ссылка или высылка. Ссылка, что-то не обязательно в колонию. Сослать могли, например, из Ленинграда, скажем, в Бакситогорск. В той же Ленинградской губернии. Запросто. Такое практиковалось сколько угодно. Это все проходит под графой статистики прочие наказания. Кстати говоря, прочих наказаний очень много. Короче говоря, численность, реальная численность людей, которые прошли именно через лагеря и колонии, а также тюрьмы, в 2,5 раза, чем то, что нам говорит Роман Романов. То есть он просто врет, если говорить без фигуры молчания. Врет сам или транслирует чужое вранье. В этом месте включается трагическая музыка. И тут же появляется актер Ефим Шифрин. Кстати, еще один известный специалист по новейшей истории. Прямо, видимо, доктор наук. Видимо, пару диссертаций скурил по этому вопросу. Эй, Ефим Шифрин нам рассказывает, что его папу, оказывается, арестовали ни за что. А почему ни за что? Сейчас нам оправдательный материал тогда ставим. А потому что у него зрение было минус 8. И он не состоял ни в какой политической партии. Даже в бунде. Хотя был евреем. Казалось бы, все евреи должны составить в бунде. Кстати говоря, наглядно показывает, как Фима Шифрин разбирается в тени. И Фима Шифрин говорит, так что на твой вопрос, за что арестовали вопрос, а ответа у меня нет. Ни за что. Нет, ну, статья-то, конечно, была. Статья была за шпионаж в пользу Польши. Опа. Как так? Ни за что? Если есть такая изобретательная статья. Ну, это, конечно, ерунда. Потому что папа же ни слова по-польски вообще не знал. То есть, совсем. Ну, и папа, конечно, врать не будет. Раз он говорит, что он не шпион, то какой же он шпион? Явно же ерунда. Дорогой товарищ Шифрин, чтобы заехать по статье 58.6 шпионаж, он, например, в пользу Польши, не нужно, живучи в России, говорить по-польски вообще. Нужно говорить по-русски. Потому что курировать тебя будет резидентура на русском языке. Папа Ефима Шифрина был бухгалтером в довольно важной белорусской кооперации. Что значит бухгалтерия с реальной статистикой цифр для шпионажа? Наверное, вам не нужно пояснять. Совершенно не обязательно быть бухгалтером на секретном заводе. Достаточно сдать реальную статистику, например, потребкой операции, чтобы понять очень многие процессы, которые происходят в конкретной республике и в конкретной области. Кстати говоря, совершенно необязательно для этого прямо идти к каким-то шпионам и тащить секретные бумажки. Достаточно в пивной регулярно встречаться со своим каким-нибудь другом и, знаете, так распустив язык, молоть перед ним. Это значит, что тебя дурака используют в темную. То, что ты об этом не знаешь, не значит, что ты не совершаешь должностного и, более того, государственного преступления. Хотелось бы посмотреть на личное дело Папы Шифрина. Потому что так-то, вообще-то, говорят, что он как раз в бундеце состоял и шпионил Пеки реально в пользу Польши. Ну, опять же, я этого дела не видел, прокомментировать не могу. Говорю, как есть. Данные отмазки, которые Пеппи налепляет в Фима, это, прошу прощения, именно отмазки. Они никакого отношения к реальности не имеют. Если у вас мозги есть свои, вы должны это понимать. Да, ну и, конечно, это тема насчет того, что они стоят в никакой партии. Надо ли понимать, что шпион или агент Польши должен был в обязательном порядке, тут же, приехав в СССР, немедленно записаться в лагерь национального единения или в польскую фашистскую партию в национал-социальный лагерь или прямо сразу в национал-социалистскую партию. Ну, это самое, что Борганы и НКВД, конечно, про него ничего плохого не подумали. Ну, смотришь, он идет по Советской Белоруссии, по городу Порше, фашист со свастикой. И в Польской конфедератке, ну, со шпионкой, фигня какая-то, не может такого быть. Словом, появление Шифрина – это апелляция к эмоциям при виде известного человека. Это прием грязный. Это манипуляция сознанием вместо холодного логического ознакомления с фактами. И это сразу нужно отметить. Ну и дальше любимое. Всплывает прям любимое в этом фильме, что, наверное, вот со времен журнала «Огонек» издание, так, года 1989-го, не меняется вообще, а именно, большинство арестов, говорит там закадровый голос, осуществлялось по заранее составленным спискам неблагонадежных граждан, так называемой картотеки НКВД СССР, в которой ко второй половине 1930-х годов насчитывалось более в 8 миллионов человек. «Доказано, что практически все показания арестованных, которые оговаривали себя и других, получены под пытками!» Доподлинно известно кому. Доказано кем? Британскими учеными, что ли, Юра? Или, может быть, Фиме Шифрина? Ну, а доказательство где-то? Ты бы хоть попытался соврать что-нибудь убедительное в этом отношении? Где статистика применения пыток? Ее нет? Правда? Есть только устные воспоминания какие-нибудь? А вы знаете, что пытка, между прочим, это спецсредство, которое применяется по санкции, по специальности, за которую должна следовать бумажка, между прочим, в обязательном порядке, если ты человека на следствии изуродуешь, то отвечать, между прочим, придется за это уже тебе, и ты рядышком можешь оказаться в соседней камере. Ну, или не соседней, от чего, в общем, не сильно легче. Пытка. Пытка – это мало того, что спецмерна, она еще и физически очень непростая. А самое главное, если ты говоришь, что… Вот сейчас еще раз процитирую. Что большинство арестов осуществлялось по заранее составленным спискам неблагонадежных граждан. Нахрена мне кого-то пытать, дорогой? Я вот прямо глядя тебе в глаза, прямо за тебя напишу любое признание, вот своей рукой. Все. Ну, если ты описываешь реальный беспредел, а это ты описываешь именно беспредел, зачем мне на тебя, дурака, тратить время и те почки опускать? Я могу просто вот прямо глядя тебе в глаза, написать за тебя признание и за тебя же подписаться. Все. Мне больше ничего не нужно. Зачем мне нужно, чтобы ты кого-то оговаривал? Скажи, пожалуйста, я сам за тебя оговорю кого угодно и за тебя же этот оговор подпишу. Все. Ты в это время, если мы говорим про настоящий беспредел, уже будешь без мозгов лежать в ближайшей канаве около тюрьмы. А потом мы заберем твоих друзей, тоже их расстреляем. Ну, вот так. Ну, если принять на веру, тот бред, который ты несешь, даже не попытавшись прочитать даже учебника по праву, который применялся в 1936-1935 годах. Ну, это я, конечно, тебе говорю, так? Окружающему. Да, а дальше важный вопрос, вам задает Юра, а зачем придумали ГУЛАГ? А вот за этим. В 20-е годы большевики репрессировали всех, кому не нравилась новая власть. Тюрьмы переполнялись. И вспомнили, что людей можно держать в лагерях, строительство содержать на которых гораздо дешевле тюрьмы. Для справки. 1921 год. Ну, это справка о том, как большевики яростно переполняли тюрьмы, что просто некуда было никого поставить вообще. 1921 год. Репрессировали по политическим статьям. Ну, это если мы говорим о врагах советской власти. Точнее, не мы, а Юра. Так вот, 21-й попали в статьям. 35 829. К высшей мере 9071, в уделя колонии тюрьмы 21 724. 22-й год. Пали в статьи 6 тысяч 3 человека, высшая мера, 1 962 человека, тюрьмы колонии и лагеря, 2 656. 23-й год. Всего репрессировано по политическим статьям. 4 794, высшая мера, 414 человек, тюрьмы колонии и лагеря, 2 336. 24-й год. Я сейчас все 20-е годы напишу, чтобы вы просто видели, как он брешет. 24-й год. Всего 12 425. К высшей мере 2550, тюрьмы колонии и лагеря, 4 151. 25-й год. Всего попали в статьям. 18 995. К высшей мере 990. Тюрьмы колонии и лагеря, 6 851. 1926. Всего попали в статьям. 17 804. Вышка. 2550. Тюрьмы колонии и лагеря, 7 547. 27-й год. Всего попали в статьям. 26 036 человек. К высшей мере 2363. Тюрьмы колонии и лагеря, 12 267. 28-й год. Всего попали в статьям. 33 757 человек. К высшей мере 869. Тюрьмы колонии и лагеря, 16 211. И последний, 29-й год. Всего попали в статьям. 56 220. К высшей мере 2 109. Тюрьмы колонии и лагеря, 25 853. Это для справки насчет того, как большевики яростно переполняли тюрьмы. И почему им нужно было срочно строить концентрационные лагеря. Кстати, они, между прочим, существовали вообще всю дорогу. Между прочим, с царских времен, когда была придумана некая каторга. Это придумали ее не большевики вообще от них. Кстати, сам вот этот институт концентрационного лагеря тоже придумали не большевики. Его придумали англичане и американцы во время гражданской войны в США и англо-бурской войны в Южной Африке. Все остальные в мире вообще только это дело скопировали. Лагерь для концентрации людей с какой-то определенной целью. Да, но это еще не все оказывается. Есть еще одна причина зачем Сталин придумал Юлаг. В 1928 году был принят план развития народного хозяйства. Чтобы его реализовать нужно было много рабочих рук, а их не хватало. Появилась идея использовать принудительный труд заключенных и в 1929 году концентрационные лагеря переименовали воспроизводительно трудовые. Ну, во-первых, тонкий намек на то, что Кровавый Большевик на самом деле запустили концлагеря в работу задолго до того, как нацисты вообще появились во власти в Германии. Этот намек мы поняли. Только это ересь, на которую вообще обращать внимание не следует, потому что названия по форме одинаковые, а суть у них разная. Концентрационный лагерь, дорогие друзья, когда мы говорим про нацистскую Германию, мы сразу подразумеваем не трудовой лагерь, а лагерь смерти, где людей концентрировали для уничтожения концентрационной лагеря. В советской России это было нечто совершенно другое. Поэтому, повторюсь, название формально одно, суть разная категорически. Во-вторых, как были переполнены в 20-е годы тюрьмы мы видели, никак они не были переполнены. Катя, у Герято тоже в это время существовали, зачем было это придумано. Вот, а идея рабского труда, во-первых, да, она уже реализовывалась с каторжными ссылками при прогнившем таризме, а вот при Сталине эти самые так называемые заключенные рабы не могли бы помочь выполнить план развития народного хозяйства вообще никак совсем. Ну, какое бы еще слово-то в виде сезонима подобрать? Просто по простым арифметическим причинам, понимаете? Арифметическим. Вот у нас в 29-м году началась кампания сплошной коллективизации. С чем, собственно говоря, был связан рост осужденных за контрреволюционные преступления? Ну, понятно, кулаков отправляли в кулакскую ссылку, а особо отличившихся сажали и стреляли. Причем связать этот рост с желанием фактически поработить максимальное количество народа просто невозможно. А почему? Да потому, что масса свыше третьих кулаков отправлялись не в лагеря, а в ссылки, иногда в пределах собственной области и губернии. Использовать их таким образом на проектных участках Трудового фронта великих строек было просто невозможно. Они физически там не присутствовали. Хотя, казалось бы, если вы говорите, что вы собрались при помощи ратурального рабов поднимать народное хозяйство, у вас все закрутенные должны были замаршировать резко не все, а большинство по направлению к великим стройкам. Далее, по поводу альтметических причин. В 29-м году в СССР проживало 154 миллиона 226 тысяч человек, а в 1937-м в 1938-м 164 миллиона 500 тысяч человек. Рабочих и служащих в 28-м году было 17 миллионов 300 тысяч человек. Колхозных крестьян и кооперированных ремесленников 2 миллиона 900 тысяч человек. Крестьян и наличников, а также кустарей и не кооперированных ремесленников 72 миллиона 900 тысяч человек. Через тысяч лет, в 1937-м 1938-м году. Рабочих и служащих 34 миллиона 700 тысяч человек. Колхозных крестьян и кооперированных работников 55 миллионов 500 тысяч человек, а и наличников при этом 5 миллионов 600 тысяч человек. Обратим внимание, население за 10 лет выросло на 10 миллионов человек. По миллиону. А количество рабочих и служащих на 17 миллионов, колхозников на 32 миллиона. При этом в лагерях в 1928-м году находилось 16211 человек. Отбывало. Да, в 1937-м 429 3111 человек. Были осуждены, прошу прощения, на заключение в лагере 16211 и 429 311. То есть поступление рабочих рук, как мы это видим, в промышленность, в том числе и добывающую, где в основном ЗК использовали, в 35 раз превосходило таковое в лагерях. В 35 раз. Вот что конкретно ЗК могли решить в рамках страны при таких масштабах, я не знаю. Мне до сих пор, я вот со школы вопросом задаюсь, мне никто не может объяснить. Потому что я понимаю, что если бы у вас рабочих было 429 тысяч и при этом 34 миллиона рабов, вот тогда конечно можно было бы сказать, что Ставин молодец и его план по применению рабской силы в строительстве народного хозяйства был годный и сработал. А когда у тебя там хорошо 500 тысяч заключенных в лагерях и 34 миллиона 700 тысяч рабочих и служащих на трудовых фронтах работает совершенно свободных, ну вы блин, сравните, я даже не знаю, как это? Далее следует вранье про то, что заключенные построили целые города типа Норильска, Комсомольска, Наамурия, ну и каналы типа канала имени Москвы. Странно, что про БАМ не вспомнил. Причем все бесплатно, потому что в любой момент нормальным людям пришлось бы это платить, а заключенным не пришлось. Они работали за норма. Ну так это же еще одно вранье обычное, самое банальное, потому что во-первых, далеко не только заключенные строили даже БАМ, хотя на БАМе в самом деле, вот конкретно на БАМе было очень много заключенных, но далеко не только они там трудились. Я уж молчу о строительстве городов. А во-вторых, заключенные у нас получали за свой труд зарплату. Вот так. Кстати говоря, вместе с премиями, разрядностями и так далее и тому подобное. Цитата. Эти деньги в административных документах изначально вплоть до конца сороковых годов обозначались терминами денежное поощрение или денежно-премиальное вознаграждение. Понятие зарплаты употреблялось иногда, но официально такое название было введено только в 1950-м году. По состоянию на 1939-й год премиальное вознаграждение обязательно зачислялось на личный счет заключенного. В течение месяца работающим заключенным деньги выдавались в сумме, не превышающем месячного премиального вознаграждения. Кроме премиальное вознаграждение заключенным в зависимости от поведения их производства и их быту могли быть выданы с разрешения начальника лагерного подразделения и личные деньги в сумме не более 100 рублей в месяц. Денежные премиальные вознаграждения выплачивали заключенным за все работы выполняемые в исправительных трудовых лагерях. При этом со временем правила выплат менялись, заключенные могли получать заработанные деньги на руки в сумме не свыше 150 рублей, а не 100 рублей как по инструкциям 39-го 47-го годов. Единовременно деньги сверх этой суммы зачислялись на их личные счета и выдавались по мере израсходования ранее выгодных денег. Понятно, что после освобождения все накопленные суммы выдавали в полном объеме. Прямо по выходу. Да, мы могли заметить, что труд заключенного дешевле труда более наемного сотрудника. Но он не бесплатен вообще. тем более, что государство брало на себя обязанность селить, лечить, одевать, обогревать и кормить зэка. Плюс платить ему зарплату. Да, на круг получалось дешевле, чем если сделать то же самое с вольной юным человеком. Но не бесплатно, это бред. Далее в кадре Дудь допрашивает какую-то бедную седую бабушку, которая оказывается палачет над гулаговскими делами. А заодно с нарисованного телевизора нам вещает хроника с Анастасом Микояром, который рассказывает о том, как некий пионер сдал своего вора папашу. Титр огромными буквами выделяет это обстоятельство, что папа сел по доносу своего сына пионера, Анастаса Микояр прямо очень счастлив, длинно говорит, вот какие люди у нас растут, понимаешь. По юриной логике надо, наверное, было папашу не сдать ворганы, а всемирно ему помочь, создав семейную преступную группировку и совместно продолжить обнос родного отечества уже в промышленных масштабах. Потому что, во-первых, прикольно, а во-вторых, дают бабки некоторым образом. Интересно, почему все эти граждане, типа дудя, судят об окружающих, в том числе об окружающих пионерах, исключительно по меркам мразей и подонков, а ответь сам себе, если твой родственник продает наркотики в школе, молчать будешь, что ли? Ну так это даже по современному закону характеризует тебя как пособника особо тяжкого преступления. Понял? Вот, бабушка же, собственно говоря, плачет, потому что закон 7-8 выше полема о трех колосках. Кстати, он назывался не о трех колосках, это его уже интеллигенция дезидентская впоследствии пропечатывала. Так вот, закон 7 августа 32-го года это про другое. Нам в кино дуть рассказывает его это подинтервьюируемая бабушка, что украл 10 колосков, поехал на 10 лет. То есть, все логично, колосок, год. Напомним, кстати говоря, что по указу 7-8 вообще-то можно было не только уехать на череп, но можно было расстаться с жизнью. Вообще без шуток. Ну как удобно, черт возьми. 10 колосков, это прямо следствие, такой идет милиционер в форме для 10 опросов, такой красивый такой фуражкой аккуратной в таком лакированном козырьке. Она крадется за колхозником и ему в карман вместо кокаина, героина или конопли подкидывает колосок за колоском, а потом прямо ловает ему руку в большом, локоть между лопаткой волочет его в воронок, а потом в бюлаг. Такая жуткая картина. Тайрич Сталин появление указа 7-8, кстати, про который в замечательном советском фильме место встречи изменить нельзя, говорил вор Ручичник. Указ 7-8 съешь, начальник. Вот указ 7-8, а именно воровство государственного имущества, Сталин объяснял немножко не так, как есть колосков. За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищение кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще противоборствующих элементов. Равным образом участились жалобы на насилие и угрозы кулатских элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхоза и честно работающих за укрепление последних. СИФ и СНК Союза СССР считают, что общественная собственность государственная, колхозная, кооперативная является основой советского строя. «Она священна и неприкосновенная, и люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, ввиду чего решительная борьба с расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью органов советской власти». Кажется, вполне понятно, это не кража личного имущества, это подрыв и расшатывание устоев государства. Вот к вам едет, например, да, представьте, на ту же какой-нибудь Колыму, пароход. В пароходе есть еда, которую вы там, в условиях Крайнего Севера, будете жрать, взять ее больше негде. И на ближайшем заходе в порт образовывается группа нескольких ловких товарищей, которые берут и половину этой еды просто выметают и продают ее на черном рынке, получая себе неплохие такие денежки. А вы там оказываете, сидящие в проголоке, скажите, пожалуйста, это сопоставимо вообще с кражей личного имущества, например, в квартире? Это, конечно, очень неприятно и должно быть обязательно наказано. Но там могут сотни людей погибнуть из-за этого. Таким образом и работа будет не сделана, и люди умрут или потеряют здоровье. И государство, общество получит ущерб. это же неравновесные единицы совершенно. Мало того, еще, между прочим, на носу война, и готовиться надо. Направленно, кстати говоря, эта кара была в основном не против колхозников, которые там брали 10 колосков. Направленно она была против людей, которые воровали вагонами, ну или как минимум десятками мешков. с 32-го по 39-й год указ 7-8 вовлек в себя в наказание 183 тысячи человек. Ну, почти 26 тысяч ежегодно. То есть, явление было массовое, но не все объемлющее. И говорить о неадекватности наказания, как там говорит седая бабушка, типа того, что квартиру обнес, получил 7 лет, упрал 10 колосков, 10 лет. Так вот, говорить о неадекватности наказания нельзя, если, конечно, ты непоследовательный сторонник дегенератки Эйн Ренда. Я твой флот расправил плечи. То есть, полного примата, частного надобщественного. Но, к счастью, тогда дух и буква закона говорили прямо обратно. Ну, а дальше нам рассказывают про конструктора Королева. И этот, видите ли, сидел. Хотя, вроде, почти как Илона Маска. Интересно, нам вообще собираются про всех знатных сидельцев рассказать? Например, про Королева, про папу фильмы Шефрена, хотя какой он там знатный, непонятно. Ну, и про Королева нам кто рассказывает? Да там общего хрона фильма минут 15 нам рассказывает дочь Королева. Очень старая женщина. Ее реально жалко. Она аж плачет, накрутив сама себя. Кстати говоря, и Юра Дудем накручена. Это ее личный папа, который, по рассказам мамы, очень сильно пострадал. Но это опять манипуляция при помощи эмоций старой женщины. А вот обвинительное заключение по следственному делу номер 19-908 по обвинению Королева Сергея Павловича по статье 58.7 58.11 УК РСФСР. 28 июня 1938 года НКБД СССР за принадлежность Троцкистской Врительской Организации действовавшей в научно-исследовательском институте номер 3 НКБ СССР был арестован и привлечен к уголовной ответственности бывший инженер указанного института Королев Сергей Павлович. В процессе следствия Королев признал себя виновным в том, что в Троцкистскую Врительскую Организацию был привлечен в 1935 году бывшим техническим директором научно-исследовательского института номер 3 Лангеманом осужден. По заданию антисоветской Организации Королев был в Троцкистскую работу по срыву отработке и сдаче на вооружение РКК новых образцов вооружения. Решением военной коллегии Верховного Суда СССР от 27 сентября 1938 года Королев был осужден без 10 годов тюремного заключения. Ну и так далее. Дело в том, что Королев на казенный счет занимался разработкой чего-то, что было интересно лично ему, а не по заданию. Так вот, Королев на свои непонятные разработки одного ему ведомые потратил 120 тысяч рублей, провалив, между прочим, задачу, вполне конкретную задачу, которую ему нагружали. Попробуйте сейчас что-нибудь такое сделать на работе. Если вы, конечно, не родственник Чубайса посадят вас, дорогие товарищи, причем по-настоящему надолго, потому что 120 тысяч рублей тогда это примерно, наверное, как миллионов 12 долларов сегодня. Попробуйте потратить куда-нибудь непонятно 12 миллионов долларов. Я посмотрю, интересно сложится ваша судьба. Дальше нам Дудь рассказывает про расстрелы по плану и по разнарядке. Вот прям есть некая разнарядка и граждан только по этой разнарядке мочит. Мы об этом выше упоминали. Такое дело, конечно, было. Коротко. Уже разжевано это тысячу раз, но я повторюсь еще раз. Такое дело было. Были планы на аресты, были планы в том числе и на расстрелы, но на местах работают оперативники и органы следствия. Контингент уголовного элемента на земле местным сотрудникам всегда понятен, потому что все эти рецидивисты, бандиты, они всем всегда хорошо известны, их по закону прямо сейчас далеко не всегда можно привлечь. Но они известны. А еще на районе образуются сбежавшие из ссылки кулаки, которые вы представляете тоже обычно заметны замечательно обычному участковому. я уж молчу про органы НКВД, КГБ, ПСБ. Вот, кстати говоря, в основном против кулаков и была подготовлена эта сама операция, с которой начался большой террор 36-го, 36-го, 38-го годов. Почему против кулаков? Потому что из кулакской ссылки не бежал только реально ленивый или осознающий всю меру своей ответственности. Из кулакской ссылки сбежало внимания сотни тысяч человек. Сотни это реально вооруженная готовая предельно антисоветски настроенная армия, которая уже по факту того, что она самовольно покинула места лишения свободы, уже нарушила закон. Уже ничего доказывать не надо специально в суде. если вы сдернете скичи сегодня, вас без всякого суда, если конечно удастся поймать, отловят и вернут обратно. А при сопротивлении между прочим могут грохнуть в легкую. И это кстати говоря случается довольно часто. О темном добросых лет новостей в интернете в этом башне. И что-то никто это не моросит. Так вот эти самые сотни тысяч человек сдернувшие по факту из ссылки арестовывать, проводить следствие и судить с участием прокурора и адвоката было просто невозможно. Потому что во-первых на это не хватило бы никаких ресурсов и сотрудников. А во-вторых не хватило бы времени на носу была война. Поэтому оперативные органы на местах подготовили справки где прописывалось сколько злобного антисоветского элемента уже нарушившего закона фактически выявлено. На основании этих справок формировались разнарядки в соответствии с которыми работали чрезвычайные органы. Заметьте это не левые люди про которых опять раз где-то три человека собрались опять три человека собрались поговорили и все у вас к стенке. Это прошу прощения люди обреченные государственной власти. Это не левые люди это прокурор республики начальник парт организаций и чин из НКВД. Это люди которые все равно участвуют между прочим в органах следствия и судебной власти я чувствую. Так вот они ускоренно рассматривают дело и в самом деле могут по этой разнарядке отправить к стенке в места лишения. это это чрезвычайные органы причем эти чрезвычайные органы не могли не имели права самовольно повышать планы по арестам и расстрелам. Они могли подать запрос что в ходе работы выявлено что 4 тысячи кулаков которых мы указывали ранее это мало на самом деле 5 или 5 с половиной тысяч нужно их ловить и с ними что-то делать вот только получив ответ из центра из Москвы они могли привозить лимит сами планами привозить не могли физически за это можно было категорирую загреметь да это чрезвычайка сделано в кратчайшие сроки за 2 года это было страшное дело просто страшное за это время перестреляли более 600 тысяч человек это военные потери по-настоящему и да среди них было очень много невиновных около 10% то есть 60-70 тысяч человек это страшная цифра совершенно но вы представляете виновные за это понесли уже в 38-м году заслуженное наказание когда пришел Владимир Типалыч Берия всех отличившихся перевыполнение расстрельного плана поставили к стеночке и замыкающий хвостик в этих страшных цифрах в 680 тысяч человек расстрелянных формируют именно они слишком борзые НКВДшники и сотрудники партии которые лезли вперед батьки в пекло и оказались святей Папы Римского вот такая вот пудьба дальше довольно скучно потому что Юру понесло вот так вот по кругу Фима Шифрин дочка Королева дальнобойщики собственный водитель Юры холод как будто не в курсе что на Колыбе довольно холодно кстати говоря и дальнобойщики и местный краевед и Юрин водитель вот такие вот ребята вот на самом деле на них приятно было посмотреть зачем вот в данном контексте вспомнили большой террор 1937-1938 годов не очень понимаю при чем тут Колыма вынесенная в заголовок в лагерях можно подумать кого-то расстреливали нет обычно стреляли в тюрьме не нужно ввести никого из Москвы в Колыму чтобы шлепнуть шлепнуть легче в Москве вы не представляете потом зачем-то вспомнили про отмену системы УДО в 1939 году об отмене амнезии по статье за спекуляцию введения сроков 20 лет исправительных работ почему-то забыв совершенно вспомнить что у нас была между прочим самая страшная война в истории человечества к ней нужно было готовиться в том числе готовят порядок в тылу любыми мерами а под конец последовал пристранный вывод внимание мы проехали трассу не потому что она прошлая а потому что она настоящая нельзя бояться собственного мнения вот тут я считаю не хватало в конце ауе мудрости не верь не бойся не проси кстати говоря кого бы интересно послушать по-настоящему про систему дальстроя которая работала на Дальнем Востоке у нас про сам Севвостлаг про это же почти ничего не было сказано два часа концентрированной лжи манипуляции передергивания недовольным тупого замолчания неудобных факторов такое ощущение что считаешь новое издание журнала Огонек да было так 1990-го я так и не понял кстати говоря почему Колыма является родиной какого-то там нашего страха на Урале например лагерей было гораздо больше почему Свердловск не родина нашего страха непонятно а почему при этом Колыма родина как вышло что подавляющее большинство тех кто застал репрессии как современник никогда даже не задумывались о них как возможные преступления для себя кстати Юла об этом пишет никто не будет это же не я придумал об этом пишет ваш самый лучший человек совесть нации Солженицын это он пишет о том что никто не знал про репрессии вообще ну если ты говоришь что все были засуганы боялись срались буквально от того что сейчас могут схватить погрузить в воронок или в грузовик стартисью хлеба там шлепнуть прямо на дороге а вот почему-то по этому поводу Солженицын ваш опять же повторяюсь ваше все писал следующее И еще то достоинство ночных арестов что ни соседние дома ни городские улицы не видят скольких увезли за ночь напугав самых ближних соседей они для дальних не события их как бы и не было по той самой асфальтной ленте по которой ночью сновали воронки днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неомраченные песни Архипелаг ГУЛАГ часть первая глава первая это вам товарищ Дудь не зачет за знание Библии антисоветчика почему я ее знаю лучше чем ты словом крайне странный странный фильм по поводу того что там Сталин был в курсе всего получается что Сталин вообще был в курсе всего то есть он знал что в колхозе слеза Ильича завхоз пьяница а следователь Петя Васечкин из Мухасранского городдела МКВД тоже взяточник еще и морду всем бьет пьяница то есть он знал и специально ничего не менял числи с вредностью но как только доходило до чего-то серьезного Сталин например по по поводу войны вот по поводу войны он руководил ее только по глобусу понимаете а вот миллионы невидных жертв которых перемололи какие-то гулаги про это Сталин все знал и сто пугов знал что жертва ни в чем не виновата и лично прямо занимался ее загноением вы представляете какой Сталин был гений по словам Дудя это ж не я Сталина обожественная это Дудь Сталина обожественная что один человек смог такое провернуть по поводу хищения соцсобственности это просто у меня аж руки опускаются вот вернулся продавец без товара и денег между прочим за него вот унесли из поезда стройматериалы или тоже продовольствие подумаешь неужели человеку за такую мелочь надо волочь найти ничего это же ерунда но вот если к Юре лично в квартиру забрались бы люди потому что у Юры так холодильник призывно в окне светится и унесли бы у него например то же самое мороженое в 44 стаканчика что бы Юра потребовало мне интересно так я гарантирую что Юра сразу бы закричал что во-первых нужно расстрелять потому что они похожи на частности а во-вторых я уверен тут же потребовал бы легалайза коротко длинного ствола пулеметов или анатометов чтобы можно было прямо на подходе всю негодяйскую шваль покрошить чтобы тишки наружу но где логика почему кто-то думает что общественные эти вот самые условно 10 колосков они менее важны чем Юрина мороженое в холодильнике что за бред кстати по поводу опять же Колымы там в самом начале показывают некий видеоряд и говорят что Колыма это край со страшной историей и тут же показывают следы этого страха а именно развалины просто нереального дворца культуры с колоннами с концертным залом с лепниной с росписями да развалины но это явно построено пристали и от этого здания прямо веет ужасом и саспенцем я прямо так и вижу как в концертном зале партработники НКВДшники насиловали балерин и комсомолок а в подвале в это время производились безостановочные расстрелы вот специально для этого истроения из ДК на Колыме кто же не знает при этом имеются какие-то такие у него сентенции про настроение на Колыме которое можно охарактеризовать одним словом параболь он общается с местным населением и особенно краевед который очень полетит за Колыму такой парень с рыжей бордой кстати вот такой парень повторяюсь он и говорит что народ то бежит с Колымы а надо бы чтобы жил просто край богатый край хороший там золото олово урам там ну нужно его разрабатывать золотая земля фактически а народ почему-то бежит так вот а как так вышло что когда вот был коммуниатский террор туда люди ехали в том числе сами между прочим ну потому что там богато жить там можно серьезно заработать а сейчас вроде террора нет а люди говорят пора валить и валит и богатейший край пустит работать фактически некому вот ДК где насиловали комсомолок и балерин разваливается даже теперь отцовский маузер поднять некому чтобы расстрелять там диссидента в подвальчике это конечно шутка сейчас была ну и последнее по поводу писем к Сталину нам дуть нам рассказывает что вот советские граждане писали письма вождю то ли потому что их чекисты заставляли то ли из врожденного врезоблюдство ну на колыму страшненько попасть поэтому нужно загодя вырезать жопу вождю вот это чешлова Юра мне даже как-то странно слушать вот тебя это кино уже посмотрело почти 5 миллионов человек то есть ты личность довольно известная неважно почему но факт остается фактом скажи пожалуйста поделись у тебя когда день рождения наступает социальные сетки твои почта твоя телефон твой он вообще замолкает вот у меня подписчиков в самых разных местах немного там 100 тысяч на ютубе и 40 тысяч вконтакте и типа того на фейсбуке блин когда у меня наступает день рождения я просто выключаю все потому что я не успеваю не то что ответить я даже посмотреть не успеваю на всех поздравления пожелания успехов в труде спасибо за мой так сказать нелегкий труд их много просто тупо много у меня которые ну просто по сравнению с тобой мало известен только в узких кругах ограниченных людей скажи а почему Сталину который был немного известнее меня и тебя вместе взятых кстати абсолютно заслуженно почему ему люди не могли вполне искренне написать письмо с пожеланием здоровья я думаю что все шкуры были поголовно то есть может быть то и девушка и бабушка тоже были шкуры он я помню был такой фильм асса в годы богоспасаемой перестройки где был персонаж свободолюбимый такой банан который про поэта песенника Гребенщикова говорил буквально следующее он бог от него сияние исходит ну это банану такое говорить про Гребенщикова можно а советским людям про своего руководителя нельзя то есть получается совки все были зомби одеты в ватники а свободолюбимый банан это прям истинно свободная личность которая уважает собственное мнение и боится его высказать потому что если мы про мнение я считаю что Сталин такой коммунистический святой его молиться надо а почему ты на мое мнение давишь скажи пожалуйста вот такое мое мнение что вы имеете возразить конечно тоже шутка мое мнение во первых а несколько другое б я его никогда публично не высказывал пока тебя не спросят я опередливаю шучью и знанием а ты Юра опередливаешь передергиванием и враньем а мы тебя вывели по чистую воду поэтому ну если товарищи у вас есть мозги и ты больше его улики вы эту лапшу которую Юра вам на уши наматывает сматывайте и спускайте в унитаз лапшу которую долгает из себя Юра есть нельзя вот на этом я с вами вашего позволения попрощаюсь берегите мозги и себя тоже род фронт товарищи удачу 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 удачу